Всем привет! С вами Елена Левицкая. Сегодня у нас в меню овощи на пару. Базовый рецепт. На основе этого рецепта вы можете приготовить массу блюд. В нашей семье, например, мы вот уже много лет и по сей день изобретаем новые рецепты модификации этого блюда. Когда фантазия заканчивается, мы просто меняем соусы к блюду. Ореховый, сливочный, томатный, имбирный, кокосовый. Для приготовления нам понадобятся любые овощи. Я вам расскажу самый вкусный и эстетически красивый вариант. Возьмем картофель 1-2 штуки, морковь 1 штуку, сладкие болгарские перцы, например, половинку желтого и немного красного. Один большой или два маленьких спелых томата. Кабачок цукини или просто кабачок грамм 100 и любая капуста. Вы можете взять капусту белокочанную, всего пару листов или брокколи, цветную. Также нам понадобится коренья 1 столовая ложка, приправоч или другой марки. То сушеные коренья, петрушки, пастернака и сельдерея. Очень приятно сочетать с овощами, но, конечно, не обязательно их использовать. И специи. Куркума и имбирь молотый по 1 четвертой чайной ложке, асофетида, щепотка. Сушеная петрушка 1 чайная ложка. Дело в том, что в блюдах на пару очень хорошо раскрываются именно сушеные травы, но при подаче вы можете еще посыпать блюдо свежей зеленью. Горчица черная 1 четвертой чайной ложки. Придает легкую остринку и немного ореховый привкус. Если вы знакомы с листьями карри, можно положить 3 штучки. Можно также добавить немного молотого кориандра, кумина, молотого черного перца. Вместо специй куркума и имбирь, асофетида, вы можете использовать готовую смесь специй карри неострое, хмели-сунели, гарам-масала или другие. Чтобы придать овощному рагу копченый вкус, можно добавить 3 зерна черного кардамона. Также нам понадобится масло ги или любое нерафинированное масло. Их мы добавим в конце. Вы можете не класть масло, если планируете кушать это блюдо с каким-либо соусом, в рецептуру которого уже входит масло. Из посуды нам понадобятся чаши для замачивания овощей и для нарезанных овощей и металлическая пароварка. Приготовление. Овощи помыть и замочить на 15-30 минут, если они не прямо с грядки, конечно. Если с грядки, то замачивать не обязательно. Почистить и порезать овощи крупно. Чем мельче вы порежете, тем больше сока уйдет в бульон при варке на пару. Капусту брокколи или цветную разобрать на соцветия. Нагреть воду в пароварке и пока вырежете овощи, можно положить томат на пару минут на пар, чтобы кожица лопнула и можно будет легко ее очистить. Томаты обязательно нужно очищать от кожицы и зерен. Кожица засоряет кишечник, так как очень плохо переваливается, а зерна накапливают токсины и нитраты. Айурведа говорит, что зерна могут даже ухудшать зрение. Если вы уверены, что томаты выращены без нитратов, можно от зерен не очищать. Порезанные овощи перемешать со специями, кореньями и травами. Томаты порезать крупно, но пока не класть с овощами. Мы добавим их в конце, чтобы придать блюду кислинку. Если же мы их добавим сразу, кислый вкус будет слишком явным. Итак, выложить овощи на пар и готовить 7-10 минут. Время зависит от вашей пароварки. По прошествии этого времени кладем соль, масло, томаты и перемешиваем. Готовим еще 3 минуты, снимаем с огня. Здесь вы видите, как овощи перемешиваем руками. Желаем всем счастья и здоровья. Чем больше вы касаетесь пищи руками с добрыми мыслями, тем вкуснее и целебнее она становится. А здесь мы видим, как овощи выкладываем на пар. Если пароварка хорошая, с толстым дном и с качественной стали, овощи перемешивать в процессе приготовления не нужно. Все приготовится равномерно. Очень хорошо это блюдо сочетается с домашней деревенской сметаной или со сливками. Чтобы разнообразить это блюдо, попробуйте такие вариации. Например, приготовить один-два вида овощей, например, морковь и кабачок с кокосовой стружкой, с приправой карри. Или приготовить один-два вида овощей, картофель или картофель с морковью, с пряными травами. Розмарин, орегано, чабер, базилик, тимьян, петрушка. Удачное сочетание трав, петрушка с укропом и базиликом дает привкус, похожий на мясной. Приготовить это блюдо можно с сыром панир. Сыр отдельно обжарить в небольшом количестве масла ги. Можно со специями черной горчицы, куркумой, кумином и черной солью. Она добавить порезанный сыр сразу при закладке овощей. Можно приготовить это блюдо с пророщенными зернами, например, зернами маши, чечевицы, нута, со свежим зеленым горошком, с зеленой гречкой. Зерна следует положить в пароварку раньше на 10-15 минут, они готовятся чуть дольше. И также вы можете приготовить это блюдо по-восточному. Вместо указанных специй взять сладкие и пряные специи, например, зеленый кардамон, гвоздику, мускатный орех, а также добавить имбирь, кориандр, куркуму и коленж. Приятных и творческих вам овощей на пару! До встречи на следующем уроке!